Никаких рисков и перемен не будет. Все, что будет происходить здесь, будет сделано по пути в эволюционном. Поскольку в целом работа подразделения Министерства внутренних дел по республике Мордовия признана руководством МВД России удовлетворительным. Это первое заявление на первой пресс-конференции нового главы полиции Мордовии Бориса Шейнкина. Поводом для встречи с журналистами региональных СМИ стал предстоящий профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска. 5 октября службе исполнится 101 год. Сегодня сыщики раскрывают каждое четвертое преступление в регионе. Общая эффективность раскрытия 75%. Это выше окружного и российского показателей более чем на 15%. С начала года оперативники уголовного розыска вместе с коллегами раскрыли целую серию резонансных преступлений. Среди них убийство настоятеля церкви в Тенгушеве, задержание интернет-педофила из Дагестана, ограбление народного капитала и ликвидация сети массажных салонов и стрип-клубов, где продавали любовь за деньги. Однако остаются и так называемые глухари, но работа по ним не прекращается. Среди таких нераскрытых дел – кража из Банка Восточной. В настоящее время есть информация, которую я хочу сказать, что здесь не стоит ее озвучивать. Но вместе она продолжается, только, скажем так, вместе уже с главным управлением уголовного розыска. Еще одно громкое и нераскрытое дело – покушение на убийство в гостинице «Саранск». О деталях этого происшествия Борис Шейнкин в курсе. Говорит, главное, что сыщикам известна личность подозреваемого. Вопрос времени. Преступник находится на территории Российской Федерации. Сведений о том, что он покинул предела России у нас нет. Поэтому все субъекты оповещены и ведется работа. Сегодня мордовская полиция по основным показателям оперативно-служебной деятельности занимает первое место в округе. Вместе с тем Борис Шейнкин заявил, что есть моменты, на которые стоит обратить внимание. При этом новый министр не значит новая команда. Да, он будет применять московский опыт инноваций в Мордовии. Но никаких разменов руководителей подразделений он делать не намерен. Новые люди, если и придут, то только на вакантные должности. Желания были пойти со мной. По некоторым кандидатурам мы уже провели ряд обсуждений, в том числе на уровне Министерства внутренних дел Российской Федерации. Если будут эти, это не будут перестановки, еще раз говорю. Это будут те вакансии, которые имеются на данный момент. Здесь они будут присутствовать, но они будут присутствовать в количестве 1-2 человека буквально. Судя по открытым данным официального сайта республиканского МВД, одна высокопоставленная вакансия есть. Это должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Кто будет вторым варягом, покажет время. В ходе пресс-конференции журналистов также интересовали вопросы новой молодой волны организованной преступности. Как отметил начальник полиции Олег Шилов, группы антиобщественной направленности среди подростков были и будут появляться. Но ситуацию в МВД полностью контролируют. Я в целом таких проблемных вопросов, которые так вызывают из-за обучения общества, не вижу. А работа проводится постоянно. Постоянно появляются несколько, две-три группировочки, которые там что-то делают, там бороют. Но с ними проводится работа, и они пресекаем кармин. В завершении главной темы пресс-конференции, дня уголовного розыска, министр внутренних дел по республике пожелал коллегам на земле три главные вещи. Удачи, везения, так называемого, оперского форта. Отпустить просто так нового министра журналисты не смогли и буквально засыпали личными вопросами. Женат, есть маленький ребенок, говорит Борис Шенкин. Свободного времени категорически мало. Но его полковник полиции тратит либо на отдых на подмосковной даче, либо на прогулки в лесу. Саранский ему очень понравился. Особенно если сравнивать с тем, что он видел здесь 30 лет назад, когда приезжал в Мордовию покупать автоприцеп. Свою речь министр закончил анекдотом про советских школьников, урок атеизма и учителя, который предложил ребятам, хором кричать фразу «Бога нет», но мальчик Мойша ее не послушал. Она его спрашивает, Мойша, почему весь класс кричит, а ты почему молчишь? Он говорит, Мария Ивановна, ну вот если его там нет, ну что так громко орать? А если он там есть, ну зачем с ним отношения портить? Поэтому я всем желаю успехов в вашей работе. Александр Аносов, Игорь Гангаев, программа происшествия.